всем здравствуйте с вами на связи ление я приветствую вас на своем канале сегодня пятница но сегодня нету расклада про отношения я приняла решение что я не буду больше делать расклады на отношениям ну во первых потому что на них нет такого большого спроса по крайней мере на моем канале и во вторых мне как-то и не очень-то это интересно все таки моя тематика она больше связана с психоанализом с пониманием себя нежели рассматривание отношений ну тем тематику отношений через там призму любит не любит но вообще не суть просто я про это уже говорила сегодня вот так выложиться позиции тема нашего расклада опять-таки из лист из и списка предложенных тату раскладов я еще не все сделай очень много было называется расклад вы видели на куда пропала энергия почему нет сил сегодня мы с вами разбирать ее пока это выкладывая первая позиция 2 3 зелененький голубенький красненький но пока я буду болтать вы будете выбирать позицию будем работать сегодня на второй театр кукол да такая достаточно приземленная говорящая колода чтобы понять и разобраться куда пропала вашей энергии почему нет сил действовать на так вот эти два вопроса вам рассматривать я попробую еще поработать с вами на метафорических карты все про тебя да вы видите сейчас зеркальном отражении к сожалению у меня телефон стал показывать зеркально поэтому прочитать не сможете картиночку понять вот на этой и на все про тебя и это все а не а вот такая-то метафорические карты но здесь мужской уже сценарий вот наличие есть там слова глагола но мы их использовать не будем будем использовать метафорические карты вот такие так надеюсь вы выбрали а да хочу сразу поблагодарить ваши лайки комментарии кто еще не подписался подписывайтесь на нажимайте на колокольчик рекомендуйте я знаю что вы рекомендуете своим близким до подсаживать к сталая клиентка подсадила до свою подругу на ваши расклады смотрим развиваемся вместе с вами мне это весна мне это приятно я знаю что меня смотрят и коллеги тарологи вот тоже приятно послушать я тоже например смотрю расклады то у других коллег есть некоторые люди которые мне достаточно созвучно понятно их формат и кстати это очень важный момент а имейте ввиду что мы все равно выбираем те пастеров которые нам созвучно не столь продукт сколько энергетику того или иного мастера это то за что зачем мы идем другим другим профессионалам потому что услуги одинаковые почти у всех а энергетика мастера разные вот нам созвучно если энергетика что мы доверяем этому человеку и как результат ну как следствие получаем тот результат который нам на необходим если нам не созвучен мастер лихой энергии то результат мы не получаем да здесь вопрос как краски доверие авторитете так работает наш мозг то есть у нас будут сбываться все предсказания и то что нам говорит только от того человека которому мы доверяем да то есть мы включаем процесс понимания и через доверие ну в общем целая работа нашего мозга посмотреть об этом очень хорошо говорит курпатов ну кому близок курпатов вот краски и говорит почему карты таро работает его предсказания вот на самом психологии может я все-таки опираюсь на психологию делаю микс и так много поговорила специально для того чтобы вы выбрали 1 2 3 зелененькие голубенькие и красненькие камешек и я сегодня наконец-таки закрыла дверь и чтобы не уши на и зажгла чтобы не было ветрено благовонию прекрасный запах называется полу санта расслабляет и очень-очень приятный факт выбираем эти две позиции вот сюда в стороночку и мы приступаем позиция номер один зеленый камешек сразу задаем вопрос наверное никуда пропала ваша энергия вообще что происходит сначала вашей жизни на энергетическом плане то есть что у вас сейчас и на для того чтобы дальше разобраться что и как сейчас как семейка то что сейчас так освобождение отсутствие жизнь не радостность посмотрите карты здесь говорят прямо напрямую до что он на данный момент в действительно не хватает какой-то энергии вам не хватает впечатлений не хватает какой-то вот может быть было радости которая была присуща либо не хватает какой-то вот именно энергии на рождение чего-то нового то есть она ваше существование на ваши потребности до бытовые каждодневно у вас предостаточно энергии а вот на то чтобы что-то создать что-то сотворить здесь у вас не хватка идет энергии и такое бывает обычно когда мы действительно отправляем свою энергию до тратим расплескиваем на что-то иное вот давайте теперь попробуем поработать посмотреть куда пропала ваша энергия куда она идет куда она смотри здесь идет сразу ощущение того что есть некое такое затворничество да хочется вырваться а это затворничество какие-то рамки какие-то границы здесь может быть есть какие-то обязательства то что вы должны сделать необходимо и вот на это уходит очень много времени ощущение того что вот именно на себя нету времени да вот вы как будто бы бросили себя оставили то есть не заботитесь о себе на каких-то своих нуждах да есть какие-то бытовые моменты вот так скажу да который вам нужно выполнять и на них уходит очень много энергии также энергия уходит на то что на какой-то вот отчаяние сожалению что какие-то ваши идеи мечты они не реализовываются вот здесь вот идет на сожаление то есть туда тоже идет энергия с одной стороны на бытовуху с другой стороны на сожаление на то что как-то вот ваши мечты не реализуется кто-то здесь хочет действительно отдохнуть уже может быть морально да очень много думаете кто-то хочет переродиться каких-то действительно изменений в своей жизни но этого не получается а с чем здесь вот связано это да есть какие-то травмы травмы страшно-страшно вы хотите что-то поменять но страшно вам это сделать да хотите чтобы вот эти вот перемены они случились как будто бы сами за себя как будто бы пришел кто-то и помог вам в реализации того что вы хотите но здесь даже не какие-то мечты какие-то сценарий а здесь вы хотите измениться здесь вам кого-то не хватает свежего воздуха что ли здесь идет процесс действительно перерождение у вас сейчас и вот это вот старое то что существует да она всплывает на поверхность для того чтобы очиститься и вот этот вот момент очищения у вас он у вас идет достаточно так сложно и забирает не очень много энергии то есть идет сопротивление с одной стороны идет сопротивление с другой стороны потому по другой стороны у вас идет какие-то эмоции высплеск на огорчение сожаления вспоминания какого-то прошлого своего болезненного дальше детские какие-то с нами вот вся ваша энергия она уходит на это почему нету сил действовать потому что боретесь потому что боретесь потому что преодолеваете себя вы боретесь собой то есть у вас еще не произошло какого-то исцеления до внутреннего после какого-то периода болезненного прошлого вы не восстановились проще говоря и вы глинулись в работу и вы это я доливается самого себя очень как-то эмоционально сложно вот здесь какие то есть надежды все-таки на то что кто-то придет вам и поможет вот как будто вы знаете не выздоровели здесь полностью до конца от чего-то не исцелились и хотите что-то новое сделать да что-то вот поменять осел не хватает потому что сопротивляетесь чему-то чему именно вы сопротивляетесь давайте я посмотрю трудности на вашем пути карта пробуждения вот вы этим переменам как раз посмотрите противоречиво да с одной стороны вы хотите перемены с другой стороны вы понимаете что перемена эти они были какие-то не но они необратимы и нужно будет потом совершать какие-то другие действия которые вы не привыкли со мне со мной хотите а с другой стороны вы их как будто вы еще и не боитесь и вы начинаете сопротивляться здесь вот и на это это забирает сопротивление она собирает много времени вы как будто бы а почему не хотите пробудиться да почему вы не хотите перемен потому что вы как-то упираетесь вот сопротивление на чем базируется вот выбираетесь против так потому что вам надо потому что я сказал дома надо будет как-то следовать потом тому что вы то что вашей жизни произойдет а вы пока они не можете либо не хотите это сделать чем причина я не могу понять здесь возможно есть какая-то травма осуждение до либо есть какое-то разногласие очень много мнений вы не можете определиться с каким-то своим выбором но здесь может быть и страх критики еще до какого-то внешнего влияния на вас вы не хотели бы вы боитесь ошибиться вы боитесь ошибиться поэтому сопротивляетесь либо у вас какая-то ответственность очень большая есть перед какими-то авторитетными людьми на вашей жизни либо за каких-то ваших предков либо вы то кем хотите стать это слишком такая высокая планка знаете как кумир и вы боитесь разочаровать самого себя что вот вы не достигнете что вы не получше у вас не получится но в общем если говорить да вот как-то подытожить и сказать одним словом здесь причина заключается в том что вы очень много расплескиваете свою энергию на то чтобы перемены не произошли тех перемен которые внутри себя у вас есть потребность вы очень хорошо ощущаете и вот ваши эмоции да вы тратить очень много энергии на эмоции что же вам сделать давайте все таки посмотрю что же вам делать но вверх надо научиться просить о помощи надеется знаете надеется в контексте веры вот поверить что вам это действительно нужно что для вас это действительно актуально и уметь спросить о помощи и также вам нужно поработать с вашими травм травмами вот вы как будто бы занимаетесь самопичеванием да на что тоже очень много энергии у вас уходит то есть легче здесь сказать что нет у меня не получится вот это вот самопичевание на что я вот какой-то неспособный но вот это вот все знаете это же игры нашего ума для того чтобы мы просто не совершили какие-то перемены здесь вообще если как рекомендация была вода я бы сказала просто начните что-то делать то чего вы боитесь начните это делать и неважно то есть не ожидайте какого-то результата чему это приведет либо вам здесь надо работать с вашими травмами обратиться к специалисту и ну и это и другое то есть будете вы работать со своими травмами тоже придет каким-то переменам либо вы то чего вы боитесь вы в это шевнете да тоже придет каким-то переменам вашей жизни то есть так или иначе надо совершать действие здесь вот ничего другого сказать не могу кроме того что вопрос нам нужно начать действовать идти в новое то что вас наполняет и мат эмоционально да какие-то новые впечатления вам нужны начнете с этого да может быть сходите в какие-то новые места начните как-то осмините своими смените начните с вашего настроения со 100 с вашего настроя вообще на жизнь на вам нужно научиться управлять своими какими-то идеями как-то их вот знаете выстроить чтобы они не были такими хаотичны потому что вы не знаете за что вам нужно схватиться начните поступательно начните поступательно начните разгребать свои идеи свои желания что вы хотите хотя бы запишите на бумагу да чтобы как будто бы вот проговорить сюда мысли вслух то есть обозначить их желательно что вы написали посмотрели выставили какие-то приоритеты здесь есть просто хаос от от непонимания на что вытащение того что очень много всего с очень многим всем надо поработать надо заняться и я не знаю и вот от того что вот это вот все разбросано хаотично это меня оставляет останавливает и я не могу совершить действие вам нужно вот дать как будто бы уборку какую-то произвести но все по полочкам разложить чтобы ясности не хватает на прояснить какую-то ситуацию до проницательности общения вот вам однозначно надо с кем-то поговорить вот либо знаете даже если это не профессионал а просто человек высказаться очень многое может быть у вас сейчас и на душе и вот если вы выскажите тоже произойдет какое-то облегчение на то что я сказал мысли вслух они уже дадут вам какой-то ясно вот такая у нас была с вами первая позиция зелененький камешек жду ваших комментарий ваших историй а мы с вами переходим позицию номер два голубенького камешку что у вас там сейчас происходит так какие-то у вас здесь знаете планы какие-то действия то есть игра и здесь изменения то ли вы с кем-то решили начать какие-то проекты либо какие-то действия да то есть здесь какое-то партнерство может быть да то ли вы как-то сами собой помирились в общем у вас есть какие-то идеи над которыми вы сейчас работаете и вам это приносит огромное удовольствие вот это игривость я уточню вот вы знаете как будто вы здесь такое ощущение вы хотите получить какой-то конкретный результат и вот прям он стал восстановитесь одержимым конкретный результат должен дать вам какие-то эмоции вот вам не хватает какой-то радости да либо вы идете к этому его знаете вот ощущение предвкушения чтобы что-то будет я получу это и вот у меня от этого будет какая-то радость и здесь вот вы прям одержимы совершаете какие-то действия там очень много думаете да может быть с кем-то договариваетесь и здесь получается так что включились вот в эту игру да и ощущение предвкушения предвкушение какой-то радости и это у вас тоже уже может автоматически съедать какую-то вашу энергию да вот вам надо как-то своему успокоить сейчас и немножко подождать да то есть вы как будто бы торопитесь понимаете торопитесь и это вот есть какое ощущение того что есть какая-то вас идея то что вы хотите реализовать не вы прям ждете не дождетесь когда это случится да уже готовы все предпринять какие-то действия вы думаете постоянно об этом когда 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 и здесь как раз таки на морг надо придержать как-то своих коней до немножечко успокоиться воздержаться подождаться на переправили потому что вот эти вот мыслительные процессы да вот когда когда что и сделать и кого встретить и как и вот вот эти вот все вопросы они вас как будто бы знаете возбуждают эмоционально вы перевозбуждены вот здесь такое хочется сказать давайте теперь посмотрим а куда же пропал это ваша энергия да то есть здесь вообще-то такое ощущение что достаточно активное вот я не могу сказать что она негативная куда энергия то ваша пропала ну вот здесь условно говоря королева мечей да то есть все что не мою я отсекаю даже не королева мечей а это у нас получается с мечом у нас афина да богиня афина то есть вы готовы сражаться вы их полной боевой готовность ну не знаете что в готовности боевой понимаете вы как будто бы готова сражаться что-то знаете отстаивать какие-то свои позиции как-то сопротивляться может бороться со всеми с какими-то трудностями сложностями вот здесь кому-то со старшим поколением у что-то доказывать каким-то авторитетным людям здесь знаете такое ощущение что вы как будто бы боретесь со своей семьей либо вы маме хотите доказать либо как-то вот с родителям своим хотите доказать здесь ситуация она как-то идет и здесь детство влиять как будто бы вам в детстве отрезали какие-то крылья его сейчас ощущение того что вы возможно высвободились от каких-то там связи и вот теперь и гей понеслась да сейчас я буду делать что я хочу теперь я свободный человек вот и я вам докажу я вам сейчас покажу и что все дать ощущение того что ухожу в загул да то есть долгое время допустим там сидела на диете диета закончил все и я теперь могу есть все что подряд чтобы как-то насладиться получить удовольствие здесь вот какие-то вот такие ощущения идут то есть вы это делаете не потому что вам хочется да то есть здесь не из прислушивания к себе как-то вот покрыть свои потребности здесь кому-то могут вы были в тюрьме вот вас выводили высвободили вот вы не можете насытиться этим свежим воздухом туда иду и сюда иду и ну вот кому-то бессмысленно лишь бы не быть в заточении то есть здесь вот такая вот энергия идет понимаете и вы на это много сил тратить а что же вы хотите доказать здесь еще не того что вы хотите как будто бы начать все с чистого листа да здесь как будто бы вот вы хотите раскрыть свой потенциал начать все с чистого листа вы хотите праздника вы хотите веселье и а почему на это уходит энергия не понимаю то есть что здесь такого плохого то кто о том что знаете вот то чего вы хотите да вы здесь здесь происходит такое некое столкновение а с чем именно вы сталкиваетесь видимо вы сталкивались какими-то с тем что дороги то закрыты понимаете то есть вы этого хотите и здесь вот с этим понимаете сопротивление да я проталкиваю отсюда одержимость то есть я это хочу я это получаю сейчас видимо не время либо либо это не ваше либо это не время потому что здесь воздержание здесь горит надо подождать понимаете и вот на это у вас уходит энергия может вы даже содержится сожалеет за что вот это вот не случается отсвечивает карт здесь как будто вы знаете еще есть какая-то конкуренция и никто не может либо все достигли какой-то своей цели до попаливаться сяточку их не знаешь кого выбрать победителя либо наоборот уже ли эта цель как-то и не очень-то не нужно и здесь вот все сели ну мы достигли мы этой цели а что потом на вот здесь вот такое понимаете ощущение того что а что мне теперь дело то есть пока я это хотела да в процессе все было хорошо а потом как будто бы задумались ну и получу я это и что мне от этого будет только столько сил приложу а толку никакого здесь вот как будто бы такие вот энергии понимаете вот чем в чем вы не идете естественно путем вы идете через преодоление чего-то вот вот в этом то есть негатив понимаете то есть вы не идете кого-то в потоке вас выносит и вы не используете свою энергию а вы наоборот вы сопротивляетесь какому-то потоку естественному прохождению вещей и вывод сталкиваетесь с этим сопротивлением и забирает вас энергию понимаете вы не на не на природных каких-то вот поток когда вот пошли в поток и он вас вынес нет а вы на своей силе как-то выходит снимать как-то на своих энергиях и вот это вот у вас забирает энергию почему нету сил действовать потому что у вас сейчас нету возможности нету ресурсов на это потому что еще не доросли и потому что еще совсем рано знаете как будто бы еще и поддержки нету здесь утратили на действительно как-то свою силу потому что не идете своим путем не идете туда куда надо за вы идете а вы уходите вы уходите от того что действительно является вашей опорой вы уходите от того что может вам помочь что может вам подержать здесь такое ощущение что вы смотрите на семью как на какой-то вот семейный сценарий проходит какие-то вот родственники вам кажется что я уйду от них да и мне будет хорошо на самом деле ведь это ваша опора ваша сила только вы ее как-то воспринимаете не совсем верно если увидите в нем врага а вам нужно изменить точку зрения посмотреть на что все таки ваша семья это ваша сила это ваша опора вы как будто бы знаете если это не семья вот вы хотите как будто бы отрезать что-то из своего прошлого а вам говорят не надо это сделать это является вашей опорой то вашей силы то есть на основе этого надо выстраивать то что вы хотите а так как мы пошли да я сам по себе без background да да вы идете неправильно путем поэтому у вас и нет ресурса что он поможет этот ресурс получить посмотрите в этой семье ушли до ушли от какого-то своего прошлого на уши по голове а по факту здесь вы еще привязаны здесь связь то не обрублены если это в прямом смысле ваша семья вы связи не отрубили вы все равно являетесь она вами легко можно будет манипулировать потому что эмоционально того еще привязаны физически нет а эмоционально до эмоциональная связь вы пошли свою какую-то реализацию но вы еще не самодостаточный человек психический то есть нету ну вот вы как будто вы знаете выстраиваете лестницу в небо но из золота да то есть вы не не те ценности выбрали не те приоритеты вы видите врагов там где их нет не в тех людях не там ищите хочется сказать ведь вот это вот направление не знаю что вы здесь выбрали да мы здесь не там ищите не туда смотрите может вам говорят карты и вторая позиция так это была вторая позиция голубой камешек и мы с вами переходим в последние позиции троечки красненький камешек что у вас здесь происходят ручки вы находитесь каких-то раздумьях до энергосбережения по решению какой-то своей задачи то есть я не могу сказать что вы ее обдумываете как решить задача сейчас у вас наоборот ничего не происходит какая такая холодность остановка да вы либо вы не можете решить вы как-то отстраненность завод правильное слово некой такой отстраненности какой-то какого-то вашего решения сейчас у вас в жизни происходит какая-то скука вот вы закрылись даже не закрылись отстранились от каких-то эмоций то есть вас ничего не радует сейчас скучно какая-то вот такого безразличия видимо это как-то вот формат определенного отдыха что ли ну вот как-то так мне надо что-то решить я сейчас у меня нету энергии на это да и я пока этим не буду заниматься то есть как будто бы вот осознанно осознанно отдалились осознанно отстранились от решения какой-то задачи вам еще не вся картинка я весна да здесь еще не всю ну не всей информации вы владеете вы понимаете что вам это надо будет решить так или иначе вы пойдете в этом направлении на вас есть какие-то надежды но не сейчас не время как говорится да любопытно да как вы это все решите вот для себя но вы пока говорите но не сейчас а почему не сейчас потому что сейчас вам нужно что-то другое сделать а у вас какие-то другие думки за заботливость сейчас вы вам нужно совершить какой-то другой прорыв а во что вам нужно совершить здесь скорее всего вам нужно себя восстановить да прежде чем решить ну все понятно то есть вас с этим краски связано куда пропала машина сейчас такая ситуация когда вы ее не решается потому что нету силы а нету силу потому что надо восстановиться чтобы совершить какой-то прорыв то есть вы восстанавливать вот это вот лень до своего рода она и говорит как как отдых хорошо давайте посмотрим куда же все таки пропала ваша энергия пчела не ваша энергия так хочется сказать да как будто бы дублирует да то есть вас странили сеть какая-то программа программа нерешенная проблема нерешенная вот надо что-то как будто бы спасать помогать но вам не до этого вы отстранились куда же пропал тайны то есть то что вы отстранились карты показывают а куда энергия ушла ваша энергия ушла на то что вы играете в театр вы не можете оставить прошлое позади вы как-то связаны здесь вот понимаете здесь есть какая-то связь что-то вас держит что-то вас держит что-то вас связывает с этим прошлым вы не можете его оставить а поскольку вы не можете оставить вы играете в театр вы одеваете не те маски вы не можете быть настоящим вы не можете быть самим собой и вот на эти маски на эти притворства на эту игру у вас уходит очень много энергии что спросите что же нужно сделать прикосить себя осуждает в чем-то вы себя судите вы себя судите за то что знаете здесь ощущение того что вы себя не знаете и вы как будто бы вот хотите у вас стоит цель вы себя не знаете вы себя воспринимаете как человека который боже не может найти себе место в этом мире вот вы начинаете пробовать я пробовал вот это может быть я этим побуду то есть одевается одну маску попробуйте другим побыть вы не можете быть собой потому что вы не знаете кем вы являетесь не каждый раз когда вы одеваете маску не себя а наоборот одевается маску какого-то другого набор надо снимать себе это все лишнее окажется давать давайте вы понимаете но это же фейковая это же не настоящие и вы себя осуждаете вот найти осуждение да здесь вы создаете какие-то привязки это вот как-то связано знаете с вашим отцом это связано социума социум у нас проявление в социуме и именно самовыражение это связано здесь какая-то связь у вас есть с вашим папой какой-то сценарий отцовский да я вот отчужденность меня не принимают я не являюсь частью чего-то да и вы отдаляетесь я не часть стаи я изгой какой-то вот у вас такое строительство и почему потому что вы вы не знаете кто вы есть здесь как-то как-то так бывает вы не можете себя понять в чем ваша разница да либо в чем ваша изюминка в чем ваше отличие вот это вот изюминка отличие вы воспринимаете как будто бы вот с вами что-то не так и вы не можете себе найти место и вы стараетесь как вот на кого-то походить до подделываться по других то есть вы перенимаете навыки других людей в конечном итоге вы должны понять что наоборот не надо вам быть на кого-то похожим а ваша суть в том то и заключается что вы не похожи ни на кого ну то есть вы это вы ваша уникальность в том что вы ни на кого не похожи а вы этого не осознаете понимаете вы закрываетесь вот я не такой то есть вы не можете применять что вы другой да и вот когда вы это примете вы сможете совершить какой-то вот свой прорыв да и сможете решить вот эту вот задачу и надежда здесь связано с тем что вот этот вот за ваш внутренний да вы должны пойти не за другими людьми но это здесь понимаете это неплохо не прошу сейчас вас этап я бы так сказал это взросление когда вы узнаете себя то есть вы применяя примеряется на себе разные роли чтобы понять какая из роли ваша вам надо понять что никакая роль не ваша вы это и есть сама роль то есть иначе здесь нужно взглянуть на вещи вот заботливость у меня выходит здесь контексте любви к себе понимаете вы к себе это умение выражать свою уникальность через поведение через внешний вид через какие-то поступки а вы свою уникальность не знаете и вот ваша энергия уходит на то что вот вы пробовать пробуете разные вещи чтобы понять найти себя почему нет и знаете самое интересное то что когда вы то что я говорила да про не в этой позиции говорил про поток нет но этой позиции когда вы находитесь на своем месте до вас выносят то есть вам не нужно тратить свою энергию а когда вы не на своем месте вы тратите свою энергию поэтому вас сил то и нету то есть вы пользуете своими ресурсами собственными хорошо почему нет сил действует ну в принципе мы это рассмотрели на на все равно я еще раз почему нет сил действовать потому что очень много работаете на чем здесь понимаете ваши труды вот сила ухода в какой-то сезон труд на познание себя интересно да посмотрите то что я и говорила да здесь вот именно на познание себя но ваше познание оно идет через других людей вот у меня знаете такое вот ощущение можно ли как-то иначе понять свою уникальность не через других людей потому что вы понимаете вы совершаете действие то есть я это попробую это попробую как будто бы вот методом проб и ошибок но вот ощущение того что это нужно так сделать сделать то есть иначе вы не поймете но на это очень просто уходит много сил да вот вы тратите много сил на то чтобы понять себя вот не хочет спросить а можно ли это как-то ускорить либо как-то другим путем чтобы это не было так энергозатратно здесь можно как-то остановиться действовать да смотрите здесь вам не нужно действовать методом проб и ошибок да вот я говорю что то я чувствую здесь не то в других случаях я наоборот говорит познавайте себя через других а здесь вот наоборот вот не хочется да здесь вам нужно остановить свою какую-то активность нужно остановить свою активность и знаете научиться экономить свою энергию через понимание а именно мира и знаков которые вам дает судьба то есть пока до тех пор пока вы не знаете себя пока вы не знаете сколько куда вам нужно двигаться вам нужно научиться взаимодействовать с миром и научиться языку знаков и символов то есть понимать когда вы научитесь этому языку вам легче будет выбирать свой путь то есть если вы не можете опираться на себя потому что ну нету такого еще знака не до россии до этого то хотя бы нужно научиться путеводителю на то есть различать знаки как на дороге здесь опасно то не ходи сюда можно свернуть вот вам нужно научиться читать знать а вы эти знаки не сможете читать пока вы действуете пока вы в движении вы пропускаете мимо себя все знаки которые вас направляет вам говорят остановись выдохни и начинай замечать знаки которые будут себя выводить то есть когда ты научишься считывать эти знаки то по крайней мере сможешь ну хоть не опираться на себя а понять свой путь не не себя а вот именно свой путь хотя бы для начала куда тебе нужно двигаться потому что здесь вам прилетает какой-то бумеран периодически вот то что забирает энергию да и это вас подвешивает ну потому что но методом краски проба ошибок и то что я говорю да вы сделали пробовал вас получил скоба ошибка вас обратно отбросили вот на это вот сезон в труб я не знаю как иначе сказать здесь вот все все ну как будто бы бессмысленно дату делается делать все бессмысленно то есть так можно много чего перепробовать надо хотя бы выбрать направление которое было бы ваша правильно и дальше пробовать то есть я не говорю что не надо пробовать но здесь хотя бы надо правильное направление какое-то выбрать и карты здесь говорят вот про это то есть вам нужно остановиться прекратить какие-то действия которые вы делали и больше быть наблюдателем за знаками но вот это вот каким-то образом сэкономит вашу энергию придаст ли вам это сил да по крайней мере поможет как-то знаете переродиться да это даст вам силы это даст вам силы прям посмотрите на эту карту мужчина с лошадью лошадь вообще олицетворение силы прям мощи какого-то такое движение выражение лица у него такой достаточно уверенного человека знающего до понимающего вот может быть в этом и есть ваша уникальность когда вы начнете считывать знаки да вы по тем же знакам научитесь и понимать себя то есть не через людей а именно вы через какие-то знаки которые вам будет давать вселенная которая будет вас вести то есть иногда вам не надо узнавать и понимать себя здесь такое ощущение что я вот себя узнаю и потом я смогу как будто бы я пойму свое предназначение дальше я смогу действовать этого не надо допустим понимать свое предназначение вам нужно просто довериться да научиться языку символов и этот язык вас и так выйдет то есть вы сэкономите энергию на на изучение того чтобы пока не надо у вас сейчас это и так такое понимаете ну то есть это как будто пощение такого урока до что вам это нужно это ваш урок это часть вашего пути часть вашего этапа для приобретения вашей силы понимаете то есть вот то что вот вы сейчас проходите вот это вот все да это вам нужно краски вот не знаю что вы здесь делаете троечки но здесь вот прям как будто цель поставили понять свою силу понять свою силу и здесь возможно кто-то в дальнейшем захочет создать какой-то союз либо если это не союз то по крайней мере найти гармонию внутри себя вот знаете прям обрести свою пару внутри себя не кто-то может прямом смысле во внешнем не быть таким знаете человеком которые смотрят что у других все хорошо а у меня не очень вот это вот ощущение изгоя вот посмотрите на эту карту да вот это вот собака бежевая пристали ее изгонять вот это вот ваше восприятие себя вы должны найти силу в себе да то есть ну зачем быть как все на можно быть собой вот так вот у нас с вами была и третья позиция красненький камешек я жду ваших историй посмотрим что у вас там происходит а насколько вам понятно позиции жду ваших лайков дизлайков знаю что кому по душе и благодарю за внимание до до понедельника уже до напоминаю что можете любой момент стать спонсором чтобы понять что такое спонсорство нажмите на кнопочку под этим видео и вы посмотрите ролики для того чтобы понять что это такое и нужно ли вам это или нет а я с вами прощаюсь пока пока